Дорогие братья и сестры! Тем более какой-нибудь оккультизм, суеверие, всему этому не место в доме христианина. Даже было такое предание, точнее рассказ в одном из древних христианских сборников аскетических о том, что один монах перестал, видимым образом, ее получать, благодать от Господа, и когда стал узнавать, из-за чего это, то оказалось, что у него в келье хранится книга, причем это была книга святоотеческая, а к ней пришита еще в дополнение иеретическая книга. И вот он даже не знал, что к нему такой сборник попал, однако же вот там была хулуа на Богородицу, нестерианская ересь была там, и вот Богородица лишила его своего молитвенного покрова и предстательства, пока у него находилась эта книга. И, конечно, легкомысленно к этому относиться не стоит, потому что мы-то говорим, что мы Господу любим, и как мы будем держать у себя дома что-либо, содержащее ложь о нашем Боге, о всей иной религии и различные ереси, что они из себя представляют, как не ту или иную ложь о Боге или о его действии в мире. Бывают исключения из этого правила, а это если люди апологеты, если им нужно опровергать эту ложь, для того, чтобы опровергать эту ложь, они могут держать у себя ее дома, чтобы защищать верующих от этой лыжи. Если же просто кто-то держит ради любопытства, то тогда сами понимаете, как это выглядит в глазах Божьих. Представьте, что вы пришли домой к человеку, который говорит, что вас любит, и вдруг увидите у него на полке книга, которая про вас всякие гадости рассказывает, и вы его спрашиваете, а зачем же ты такую книгу держишь у себя? А он говорит, ну, так просто интересно посчитать. Согласитесь, здесь есть какое-то противоречие. То же самое хочу обратить внимание на то, чтобы не было у нас дома различных изображений из других религий, там, идолов всяких или каких-нибудь суеверных изображений. Это и другие священники замечали. Я тоже видел подтверждение. Люди, сколько бывает, подходят ко мне, говорят, вот, батюшка, у нас там дома какие-то проявления нечистой силы. Не могли бы вы прийти там осветить? Я говорю, могу, конечно, но у вас там наверняка какой-нибудь идол или что-то подобное находится. Они говорят, нет, батюшка, что вы, какие идолы у нас, ничего такого нет. Приходишь домой, и там висит или глаз Фатимы, или какая-нибудь статуэтка Будды, или еще что-нибудь, какие-нибудь маски там африканские, понимаете. К этим вещам тоже надо внимательно относиться, потому что такие вещи, они и открывают, собственно говоря, двери вашего дома для нечистой силы. Ну и кроме того, даже если и не будет нападением чистой силы, если Господь по милости своей все-таки не лишит благодати, все равно этому, как вы понимаете, не место в доме православного христианина. Как в Писании сказано, что нет никакого единства между Христом и Велиаром. Естественно, не может быть в одном доме не должно быть и икона Христа, и при этом изображение кого-нибудь из товарища Велиара по бесовскому делу. Иногда это, может быть, опять-таки не специально, может быть, кто-то подарил, привез родственник там из каких-нибудь путешествий, вроде как бы ради родственника хочется там оставить, но того не стоит. Мне самому помню тоже один православный христианин из Египта подарил изображение на папирусе египетских богов. Но как бы я хорошо к нему не относился, и я его не осуждаю, может быть, он просто, не знаю, как-то там не подумал, или, может быть, он относился к этому просто как, не знаю, к какому-то культурному объекту, но все равно вешать такое дома рядом с иконами, даже не то что рядом, а в том же доме, где икона, конечно, я не мог. И, в общем, призываю вас тоже обратить внимание на это, чтобы не было такого дома, тем более каких-нибудь оккультных книг, оккультных изображений, по возможности это все очищать, что будем внимательны к такого рода вещам. Храни вас Господь!